Доброе утро! В целом о фестивале. Что зацепило, что запомнилось? И что понравилось? Ну, мы говорим сейчас о фестивале «Финногорские встречи в Югре». Конечно, «Финногорские встречи в Югре». Потому что вот он из таких очень... «Финногорская весна» его еще называют. Да, да, да. То есть он из таких очень двух больших, таких масштабных блоков состоит. Первый такой очень деловая программа. Это круглые столы, пленарные заседания. Вот. И, конечно же, они прошли на очень высоком уровне таком. В, скажем так, научном, образовательном, культурном. Очень интересные доклады были на секциях от студентов. Так. Вот. Потому что все-таки тема молодежь – будущее, образование молодежи. Понимание важности у молодежи. Развитие своих родных языков, культурных традиций. Им эти направления интересны, вот, скажем так, честные. Интересны. Глаза горят у них? Глаза горят, да. Ну, слава богу. Вот именно то что. И они такие темы затрагивают, которые даже нам, взрослым, казалось бы, сложные. А они так ее преподносят в своих работах, как-то очень легко, креативно, с использованием, конечно же, интернет, технологий. Ну, приведите пример какой-нибудь. Вот, ну, например, пример. Удмуртский государственный университет. Они представили очень интересный проект патриотической направленности разведшколы Ибрис. Ну, это пока ни о чем не говорит, кроме того, что разведчики там воспитываются, обучаются. А что, как языкам? А что они должны разведывать? В каком направлении разведка-то идет? Нет, смотрите. То есть, как бы, они говорят о сохранении и языков, и традиций посредством, посредством вот таких вот патриотического своего такого понимания, что сохранение языка – это любовь к своей родине, это ее безопасность родины, это тут же как бы подключаются, да, вот эти вот всякие, ну, скажем так, военные какие-то инструменты военного такого характера. Поэтому это вот все такое, патриотизм молодежи, это очень радует вообще. Вот вообще получается такие… Или, например, сохранение костюма национального в студенческой среде. Тоже был очень интересный доклад. А как вы думаете, вот эти вещи, они модные в понимании молодежи? То, что вот в те костюмы, которые они одеты, да, одеваются. Я сейчас возвращаюсь к конкурсу Минстуденчества, они же выходили в национальных костюмах, может быть, где-то стилизованных, да? Но вот это может быть модным, они так считают? Конечно. Да? Конечно. Этномода – это сегодня вообще направление в молодежной среде очень развито. Фестивали проходят, коллекции создаются. Вообще театры этномоды работают. Столько примеров можно в регионах привести, очень позитивных… Я не буду спрашивать, какая делегация вам показалась самой-самой. Ну, наверное, это секрет. Пока. Ну, вы знаете, я всегда, я никогда не… Мы сейчас не говорим, кто хуже, здесь просто по интересу. Где-то, может быть, уже у развития вот это как раз сохранение народных традиций чуть больше истории. Соответственно, больше багаж. И они готовы делиться этим. Вот. Это самое ключевое как раз слово делиться. Не просто здесь надуть щеки и сказать, что это мы такие. Да. А мы, ребята, мы такие. Хотите быть такими, как мы? Давайте вместе что-то делать. Да. Самое вот как раз ключевое слово – делиться. Потому что мы говорим о том, что каждая культура имеет свои особенности. Но все культуры, они же обогащают друг друга. И вот сегодня, когда девушки привезли свое умение, да, умение предоставить, представить традиции, языковые особенности своих народов. Такая атмосфера царит в подготовке вообще конкурса, что они действительно, представляя, делают это все вместе, понимая, что они живут в одной стране. И это не обычный конкурс красоты, в общем-то, да? И ведь это или не совсем красоты, это красоты и любви к своим корням. Да, 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 да. Вот теперь давайте поговорим об участницах конкурса. Вы уже как бы имеете представление, что из себя представляют девушки? Ну, конечно. Вчера состоялось первое испытание, это была пресс-конференция с девушками. Насколько достойно они ее выдержали? Они выдержали... И вообще, пресс-конференция готова ли они были к ней? Были готовы. И какова суть вопроса? Была суть журналистов. Да, да. Вот. Ну, конечно, вообще, главный вопрос журналистов, это вот, ну, родной язык. Но это же не случайно. Мы ведь сегодня живем в год, в международный год языков коренных народов. И, в общем-то, все мероприятия, в том числе вот эти вот важные мероприятия в Ханты-Мансийске, они идут под эгидой этого вообще смысла, скажем так, важного. Поэтому первый вопрос у журналистов был, конечно же, девушки. Что такое для вас родной язык? Как вы относитесь к его сохранению? Говорите ли вы на своем родном языке? Вот. Ну, и девушки показали подготовленность вообще к конкурсу, к этому проекту. Вот. Вот. Конечно, первое испытание, оно всегда самое волнительное. Вот. Такое волнение было, конечно. Но, тем не менее, все... Что им сегодня предстоит пройти в финале? Сегодня будет еще пять испытаний. Так. Непростых. Вот. Вот. И поэтому это и для нас, для жюри тоже волнительно. Это будет и, значит, это будет, опять же, и видеоконкурс представления, значит, культуры своего народа. Это будет выход в национальном этническом костюме с каким-то обрядовым предметом. Вот. Это будет, конечно же, и конкурс талантов, когда девушка либо споет, либо представит хореографическую композицию, либо какое-то другое вообще жанровое исполнение, представляющее культуру ее народа. Вот. И, конечно же, это будет, конечно же, это будет еще и представление такое на... На национальном языке. Да, обязательно. Вот так вот сейчас рассказывали в предвкушении. То есть вы, я думаю, все члены жюри потирают руки. Скорее бы, скорее бы. Финал, кстати, финал сегодня пройдет в концертно-театральном центре Югра Классик в 18.00, куда мы вас всех и приглашаем. Татьяна, большое вам спасибо. Спасибо. Мы желаем вам отличного дня, прекрасного настроения, чтобы и этот день в Ханты-Мансийске вам тоже особенно запомнился. Это счастливая финогорская весна. Спасибо.